Имя Петра Спирихина присвоили первой городской школе. Именно ее в 1939 году окончил Петр Михайлович. Он был участником Великой Отечественной войны, другом музея и истории школы, патриотом своей страны и малой родины. Знаменательному событию предшествовала кропотливая работа. В школе проводили мероприятия и классные часы, посвященные биографии Петра Михайловича. Проект «Имя героя школы» проходит при поддержке Всероссийского движения «Народный фронт». Они до сей поры, с времен всех дальних, Летят и подают нам голоса. Ученики 10-11 классов, учителя, представители органов власти, родственники Петра Михайловича Спирихина собрались на открытие памятного стенда в экспозиционном комплексе «Память, который не будет конца» и торжественной церемонии объявления имени героя. Петр Михайлович Спирихин – человек, которым генетский округ по праву гордится. Присвоение его имени одной из лучших школ региона – важное событие в истории НАУ. Петр Михайлович Спирихин родился в Пустозерске. В старших классах учился в Наринмарской средней школе. Позже стала школой номер один. В сентябре 1940 года его призвали на службу в ряды Красной армии. В 1943 году Петр Михайлович получил ранение, закончил воевать и награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Настя Спирихина, ученица первого класса, младшая из рода Спирихинах, передала в фонд музея погоны Петра Михайловича, которые были на его форме в 1944 году, в дни возвращения с фронта. Сегодня в фонд музея мы хотим передать погоны, в которых Спирихин Петр Михайлович вернулся с войны. До конца жизни Петр Михайлович пронес любовь к родной первой школе, которая, по его признанию, дала ему путевку в жизнь. Он стоял у истоков создания школьного музея, всегда был участником встреч с классными коллективами. Мы обещаем, что мы с честью были сегодня. Ну а наши учащиеся в десяток, в одиннадцатый, по-своему, что были. Но я думаю, сейчас должны учиться только на четыре и пять. Решение о присвоении имени фронтовика было принято в середине февраля общественным советом по определению необходимости увековечивания памяти выдающихся событий и личности Ненецкого округа при губернаторе НАУ. По окончании торжественной церемонии гости и ученики прошли спортивный зал школы на показательный марш победителей школьного строя и песни, посвященный солдату-герою Спирихину. А во вторник, 13 марта, линейки, посвященные открытию памятного стенда, пройдут во всех классах средней школы номер один с углубленным изучением отдельных предметов имени Петра Михайловича Спирихина. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».